Приветствую, друзья! После терактов в Крокус-Сити-Холле во многом стороннями пропагандистов в обществе началась дискуссия «А можно ли пытать террористов?» На мой взгляд, чудовищная постановка вопроса. Но оказалось, что ответ не всем очевиден. Тут надо сразу сказать, что невозможно ничем оправдать массовое убийство мирных граждан. Теракты отвратительные. Их заказчики, организаторы и исполнители не заслуживают ни малейшего снисхождения. Тут вообще не о чем говорить. Но звериная жестокость, показанная в отношении террористов, также не имеет никаких оправданий. И дела тут даже не в жалости или сочувствии к преступникам. Вовсе нет. Пытки это не просто незаконно и безнравственно, но и попросту бесполезно и даже опасно для тех, кто их применяет. Вот давайте постараемся посмотреть на эту историю как можно более беспристрастно. Ну, с рациональных позиций. Итак, насколько известно, четверо уроженцев Таджикистана напали на посетителей концерта в Крокус-Сити-Холе. Они снимали на видео убийство посетителей, а потом устроили поджог и бросились в бега. Погибли почти 150 человек, пострадали больше 500. Спустя несколько часов при до конца невыясненных обстоятельствах нападавших задержали. Что дальше? Одному отрезали ухо и пытались заставить его съесть. Другому подключили электрические провода к гениталиям. Третьему выдавили глаз и избили до такого состояния, что теперь он перемещается в коляске и, судя по всему, не воспринимает окружающую действительность. Что, кстати, не мешает проводить с ним следственные эксперименты. Четвертого прямо на суд доставили с остатками пакета на шее, которым его, видимо, душили. Важно понимать, пытали их всех не в горячке задержания, не потому, что требовалось что-то срочно узнать или предотвратить новое преступление, а демонстративной и безочевидной для зрителей надобности. Это понятно, в том числе и сравнение фотографий предполагаемых террористов сразу после задержания и в суде. Почувствуйте, как говорится, разницу. Задержанных не просто пытали. Фото и видео пыток намеренно распространялись через сливные телеграм-каналы. Провластные и публичные комментаторы буквально глумились над отрезанным ухом. После этого и адвокатам задержанных по назначению стали угрожать отрезать уши. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова то ли в шутку, то ли всерьез написала «Должна отметить, что у нас настолько цивилизованное и зрелое государство, что мы смогли избежать самосуда. Это очень и очень важно». Действительно, настолько зрелое государство, что людей пока не убивают без суда и следствия, только уши отрезают. Можно ли сказать, что мы не знали о пытках, практикуемых российскими силовиками? Вовсе нет. Это давно и хорошо известно. В 2018 году появились записи страшных пыток в Ярославской колонии ИК-1. В 2020 году покончивший с собой в тюрьме Марцинкевич Тесак был обнаружен с сожженной мошонкой и вырванными ногтями. Осенью 2021 года были опубликованы видеозаписи со сценами пыток и изнасилования заключенных, сделанные в туберкулезной больнице номер один в Саратове. В Чечне пытки вообще обычная практика, как и пыточные условия в тюрьмах для политзеков. Например, Алексей Навальный годами содержался в холодной, тесной и сырой камере штрафного изолятора. Но во всех случаях силовики пытались скрыть произошедшее или выставить это как нечто из ряда вон выходящее. Ну или вообще каким-нибудь образом предать издевательствам законный, хотя бы с формальной точки зрения, вид. Вообще, правозащитники отмечали, что до 2022 года в целом отмечалось некоторое снижение остроты проблемы пыток полицейскими. Теперь же общество чуть ли не с гордостью показывает покалеченных фигурантов дела, как будто в этом нет ничего предосудительного. Определенный сдвиг, видимо, связан с войной в Украине. Там отрезали не только уши, но и гениталии. Или помните, как бандиты из ЧВК Вагнера на камеру разбили голову кувалдой, возвращенному из плена наемнику. Война, очевидно, повысила уровень допустимого насилия в стране. Но имеет ли это хоть какое-то отношение к безопасности общества и граждан? Чего можно добиться пытками террористов? Допустим, что они под пытками скажут, что задание им давал лично Зеленский, оружие передавал Байден. Ну и что? В чем ценность этой информации? Уверен, что если Путину отрезать ухо, а потом бить током, то он признается в том, что напал на Украину по заданию ЦРУ и МОСАДА. Конечно, публичные пытки предполагаемых террористов имеют пропагандистский эффект. Они отвлекают общество от провала спецслужб, от личного провала Путина, который публично признал, что его предупреждали о возможном теракте, но наплевательски отнесся к этому, что и привело к многочисленным жертвам и пострадавшим. Причем сейчас выясняется, что американцы даже называли точное место предполагаемого теракта. Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. Да, демонстрация пыток отвлечет общество от причин трагедии. Путин отмажет себя из спецслужбы от провала, наварит пропагандистского капитала, но следующий теракт все это не предотвратит. Если вы ищете не там, где потеряли, а под фонарем, то сами понимаете, какой будет результат. Если вы будете бороться с коварными украинскими или западными спецслужбами, а не с реальной угрозой в лице радикальных исламистов, то и результат будет таким же. Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. Кстати, неудивительно, что Путин отказывается верить в том, что это радикальные исламисты. Ведь Кремль сегодня буквально в засос дружит с отъявленными террористами, просто потому, что они тоже против Запада. Это для него важнее любых человеческих жертв. В эфире пропагандистских телешоу участники и ведущие буквально в шаге от того, чтобы записать ИГИЛ в союзники Кремля. Мы как раз в этом смысле, в общемировых, геополитических и тем более в региональных конфликтах, здесь не только поддерживаем все эти сегодняшние... ИГИЛ мы не поддерживаем. Не ИГИЛ, конечно. Презираем. Я не веду, мы в региональных конфликтах понимаем, где кто есть. Впрочем, если такая команда поступит, то ИГИЛ перестанет быть исчадия МАДА. Тем более, что российские силовики уже замечены в попытках использовать ИГИЛ, а не бороться с ним. Какие еще будут последствия у публичной демонстрации насилия? Нормализация и легализация пыток. Теперь пытать будут не только людей, чья вина в целом очевидна, но и любых неблагонадежных граждан. То есть их и раньше пытали, ну как бы стесняясь. А теперь стесняться нечего. Тем более, что невиновных после пыток и при такой системе не будет. Под пытками признаются вообще все. В любых преступлениях. На самом деле, пытки не являются способом облегчить или ускорить поиск истинных виновников. Это механизм упрощения бюрократического процесса отчета о раскрытии преступления. Элемент функционирования пресловутой палочной системы российского МВД, например. Есть явка с повинной или признание. Есть раскрытое преступление. Есть новые звания и повышение по службе. А как получено признание? Насколько оно имеет отношение к действительности? Это все не важно. Наконец, еще один момент. Путин и его пропагандисты любят при любом удобном и неудобном случае ссылаться на США. А вот в Америке, полюбуйтесь, тоже ведь пытают. Были и Гуантанамо, и Абу Грейп, и тайные тюрьмы ЦРУ. Это частично справедливый упрек. Который, правда, ну никак не оправдывает российскую практику пыток. Ведь если кто-то поступает дерьмово, ну или неправильно, то это никак не оправдывает ваши плохие поступки. Но в США, в отличие от России, пытки стали предметом расследования. Его результаты опубликованы. И в ходе расследования выяснилась очень интересная деталь. Оказывается, что в ходе пыток ЦРУ никаких полезных сведений получить не удалось. Но их проверка потребовала значительных ресурсов. То есть, пытки позволяют получать информацию, но обычно только ту, которую хотят услышать истязатели, а вовсе не правдивую. В сталинские времена люди массово признавались в том, что работали на иностранной разведке, что не имело отношения к реальности, но позволяло фабриковать политические процессы против неугодных. Применительно к теракту в Крокусе, очевидно, задержанным пришлось или придется говорить об украинских заказчиках теракта, ну просто потому, что следствие получило политический заказ именно на эту версию. Это будет, очевидно, ложный след, который не позволит предотвратить новые теракты в будущем. Конечно, возможно, силовики и часть зрителей получат какое-то моральное удовлетворение от пыток преступников. Но даже если опустить моральные оценки такого злорадства, оно объективно работает против злорадствующих и против их безопасности. Фокусируя все эмоции на месте террористам, власть уводит внимание от поиска виновных в провале – спецслужбистов. А если не провести разбор полетов, не выяснить, где были допущены ошибки, то и исправить их невозможно. А значит, борьбой с террором и дальше будут заниматься те, кто игнорирует предупреждения иностранных разведок, не способен справиться с угрозой. Чтобы эффективно бороться с терроризмом, надо понимать, кто твой враг. А если исполнители теракта под пытками говорят, что организаторы сидят в Киеве и Вашингтоне, а не в афганских горах, то как это вообще поможет делу? Чтобы эффективно противостоять мировому терроризму, нужна международная кооперация, нужен профессионализм спецслужб, а не их политическая лояльность. Нужна забота о гражданах и их безопасности, а не о своем рейтинге. То есть нужно все то, чего у Кремля нет и не будет, пока у власти Путин. Пытки – это ничем не оправданная жестокость. А если на варварство и дикость отвечать таким же варварством и дикостью, то в чем отличие от тех, с кем идет борьба? Счастливо вам. Путин хвастается, что увел Россию сферой влияния Запада. Но, похоже, его путь ведет страну в ИГИЛ. Продолжение следует...